У нас на связи Екатерина Ужва, юрист, адвокат, общественный деятель. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что вы с нами этим утром. Мы говорим, как вы уже услышали, о безопасности ребенка в его первом рабочий опыт. Как о безопасности ребенка в летней работе? Ну, во-первых, самое главное, что нужно помнить, это то, что родителям необходимо участвовать в трудоустройстве детей. Похвальное желание ребенка сделать в жизни родителя проще, но пока ребенок является ребенком, именно наша задача как родителей обеспечивать его всем необходимым, и об этом надо помнить. Нужно знать, что ребенок в Украине имеет право работать с 14 лет, но для этого необходимо соблюдение определенных условий. Во-первых, конечно, необходимо согласие, письменное согласие одного из родителей. Во-вторых, он может только на легком труде работать, то есть ничего он не может носить тяжелого, напрягать свое зрение сильно, ну и так далее, и тому подобное. Еще один нюанс, который нужно соблюдать в трудоустройстве ребенка, это он может работать только в свободное от учебы время, то есть вот как раз этот каникулярный период, он возможен для трудоустройства ребенка. То, что касается нормы труда, родителям необходимо учитывать, что ребенок по возрасту может работать, ну, определенную норму. Ну и так, с 14 до 16 лет он может работать не более чем 24 часа в неделю. Это около пяти часов в день, ну, при пятидневной трудовой неделе. То, что касается детей более старшего возраста, от 16 до 18 лет, то здесь чуть-чуть больше эта мера, это 36 часов в неделю, а это значит, что это, ну, почти 8, это 7 часов 20 минут в день при пятидневной рабочей неделе. Это то, что нужно в первую очередь уточнять. Ну, а как мама, я хочу сказать, что много вопросов, которые я бы уточнила. Ну, давайте приведем, потому что многие родители, может быть, и не задумываются. Вообще, как вот родитель должен и может принимать участие в устройстве ребенка на работу, кроме разрешения, которое он даст, вот один из родителей, о котором вы уже сказали. Он должен прийти со своим ребенком за руку к работодателю, как минимум, и посмотреть на этого работодателя. Это во-первых. Во-вторых, посмотреть и спросить у работодателя, какую конкретно работу будет выполнять ребенок. Где он будет находиться во время рабочего дня. Чем он будет заниматься. Потому что есть определенные виды работ, которые только, на первый взгляд, кажутся простыми. В свое время, когда я еще сама была студенткой, у меня друзья-ребята подрабатывали за правшиком. Это очень нелегкий труд. Но они, правда, к этому времени уже не были детьми. Вопрос в чем? В том, что родитель должен убедиться в том, что это безопасно. В первую очередь безопасно. Например, может казаться безопасным работа ребенка в колл-центре. Ну, очень такая себе история. Необходимо смотреть, чем занимается колл-центр. Хорошо бы послушать. Ну, предположим, вас все устроило, вы дали разрешение, посмотрели там безопасные условия и так далее. Но буквально на следующий день все-таки надо поговорить с ребенком о тех текстах, которые дают работодательство. Ну да, чтобы ребенок не оказался втянут во что-то противозаконное. Да, совершенно верно. В какую-то афору. И не поднес за это ответственность. То есть, что еще раз повторим, как резюме, да? То есть, нужно понимать характер работы, который выполняет работа. Нужно вникнуть, где конкретно ребенок будет работать. И при каких условиях, чтобы эта работа, она была для ребенка легкой. Ну и, естественно, это должно быть не в период учетного процесса. Извините, Екатерина, я сейчас зацеплю за одну фразу, которую вы сказали, чтобы ребенок не понес ответственность. А вот по ответственности ребенка на работе, может ли работодатель за неисполнение работы? Или за якобы причиненный ущерб возложить на ребенка ответственность и требовать возмещения? Я, может быть, скажу что-то удивительное для кого-то. Но нормы экзота распространяются такие же, как и на взрослых. То есть, да, может, в зависимости от того, какую правильность, так сказать, на рабочем месте допустил ребенок, он будет насти дисциплинарную ответственность, выговор, увольнение. А как у нас в стране, и, может быть, вы знаете, как в Днепре, в принципе, с вакансиями для детей, вот 14-16 лет, я как-то особо не видела объявлений, где бы говорили, что возьмем подростка на работу. В основном это раздавать флайера и курьеры на недальние расстояния. Это то, что я знаю, где работают официальные, если мы говорим об официальном трудоустройстве, дети моих друзей. Я вам расскажу, например, опыт моей дочки, которая тоже очень-очень работает, но по закону ей делать этого еще нельзя. Она проявляет сунгалку и, например, что-то рисует и продает это либо через интернет, либо, выходя на улицу, производя впечатление на прохожих, поскольку рисует она с мальвером, с кистью. Так что дети сейчас хотят достаточно рано либо помочь родителям, либо быть независимым. Терина, смотрите, у меня тоже в жизни была такая ситуация, с которой я до сих пор не знаю, правильно я поступила или нет. В один прекрасный вечер сижу я дома, работаю, мне присылает знакомая на Viber сообщение, ты знаешь, чем занимаются твои дети? Я говорю, гуляют. Она присылает мне фотографии, мои дети стоят флейтой возле местного магазина, играют на флейте. Ну и вы понимаете, что они хотели получить за это, при том, что дети обеспечены, все. Но они просто таким образом поняли, что могут зарабатывать, потому что они играют на инструментах. Первое мое желание было срочно бежать, спасать детей, ах, позор, все, как такое возможно, и вообще, почему мои дети такое сделали. Второе, я себя останавливала, думала, ну это же, они же поступают честно, они никого не обворуют, не обманывают. Вот, и третье, я очень переживала, что если будет какой-то, я не знаю, там, юрист проходить или какая-то опека над детьми, что могут быть штрафные какие-то санкции, что у них совершенно летние дети занимаются таким родом деятельности. Вот как поступать в таком случае? Ну вот, когда у меня ребенок вышел на улицу с Мольбертом, у меня вот тоже такие смешанные эмоции были. Вот, но я для себя приняла решение не пресекать эту деятельность дочери, потому что, ну мне так кажется, что нет ничего дурного в том, чтобы заработать честным трудом. Если кому-то нравятся ее картинки, а в вашем случае это игра на флейте, я не вижу в этом ничего дурного. То, что касается законодательства, здесь можно, в принципе, говорить, если уж очень сильно цепляться, то можно говорить о том, что, возможно, родители могут понести ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей именно как родителей. Но в вашем случае, если ребенок обеспечен, если есть где жить, если он одет прилично, если он учится в школе, то, собственно, как и в моем, да, то здесь не будет никакой ответственности для родителей. Вот, ну, максимум это что-то, какой-то очень строгий ювенальщик, если взъестся, да, ну, максимум проведет с вами работу. Хотя я бы спорила здесь ювенальные службы, это никаким образом не отражается негативно на воспитании ребенка. Мне кажется, что это даже хорошо. Ну, мы, знаете, мы пришли к тому, что детям это дело понравилось, потому что они заработали деньги, они так выходили несколько выходных подряд, и мы пришли к тому, что мы всей семьей по очереди дежурили вдалеке, где они нас не видели, контролировали, чтобы к ним никто не приставал, и никто их не обидел. Ну, на самом деле, спасибо большое за то, что вы нам так полезно и много рассказали. Вывод самый главный — это жить вместе с ребенком, участвовать в его жизни, понимать, чем он занимается, его стремление знать о них, и обязательно контролировать. Хоть это слово сейчас, наверное, не модно говорить, да, в воспитании ребенка, но я считаю, что семейный контроль — это очень важно. Надо контролировать. Надо контролировать. Будем продолжать эту тему, вам спасибо большое, мы подвигаемся дальше.